Всем привет! Как дела? Сегодня у нас реакция на Димаша. У меня много запросов на вот эту песню. Не знаю, как это произнести правильно. Ладно, давайте посмотрим, что это. Как же их-то много. Какая же превосходная слаженность. Он тоже играет. Это невероятно. Вообще, есть что-нибудь, чего он не умеет? Он играет на стольких инструментах. Это удивительно. Это было просто отлично. Блестящее вступление. Очень красивое звучание. Извините за мое невежество. Простите, если я ошибаюсь, но насколько я понимаю, это национальное одеяние казахского народа, я обязательно это проверю. Но если вам не сложно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Он здесь поет между третьей и четвертой октавой. Это его зона комфорта. Его голос здесь звучит намного мягче, чем обычно. Это настолько спокойный ангельский голосок. Очень красиво. Продолжим. Такая, казалось бы, мелочь, но она производит настолько сильный эффект. Послушайте это переключение. Мы прослушаем это снова. Вот это и называется переключение, когда голосовые связки резко переключаются на другую фонацию. Здесь это фальцет. Обожаю. Какая дивная музыка. Это обязательно нужно слушать в наушниках, потому что инструменты переливаются с одного уха в другое. И это ни с чем не сравнимо. Субтитры создавал DimaTorzok Во второй части песни первая часть была больше как знакомство, а сейчас его звучание уже больше выдвинуто вперед. Это уже выше разговорного уровня. Красивейший вокальный тембр. Мне понравилось как он здесь усилил мощь своего голоса и вибрато стало более обозначенным. Мне понравился вот этот эффект. Это было прям так, как надо. Продолжим. Обозначенная вибрато. О том, как ждите. И все эти музыканты, как на подбор, сидящие позади него, там столько разных инструментов, и каждый из них накладывает тончайший музыкальный слой, и это звучит так филигранно. Ай, Димаш. Это нота Фа-5. Этим мощным голосом, почти белтингом. Я также хочу сказать про его язык тела, как же он меняется с каждой новой нотой. Посмотрите внимательно на его движение. Он здесь будто готовит себя к этому моменту, будто делает небольшую разминку, перед тем, что сейчас будет. КОНЕЦ КОНЕЦ Он встал на коленей, и это так волнующе. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот что интересно, он начинает эти фразы мягко и нежно. Он не использует здесь голосовую атаку, потому что это прозвучало бы слишком мощно. Он поет это более мягче. И это получается как бы в созвучии с инструментами, которые играют на фоне. И музыка повторяет за ним эту ласковость. Я сейчас заплачу. Субтитры создавал DimaTorzok У него такая подача. В наше время непросто найти красивую музыку, потому что сейчас столько однообразных песен, слова в которых ничего не стоят, да и ничего не значат. Я сейчас не хочу звучать как старуха, но в современной музыке не хватает вот этой подачи. Все работает на количество. Быстро спели, быстро послушали, и уже на следующий день по радио и ТВ новая песенка, которая ни про что и ни о чем. И когда я вижу его, поющего вот это на сцене, в нем столько страсти к своему ремеслу. И как по мне, это очень красиво, потому что сегодня очень сложно влюбиться в новую музыку, которая извне. И это очень дорого для меня. На самом деле я вообще не планировала такое окончание видео. Я не хотела, чтобы так получилось, но он со своей подачей и со всем, что творилось музыкально на заднем плане, окончательно добил меня. Единственное, это то, что я совсем не собиралась себя так вести, но получилось то, что получилось. Это они виноваты. Я даже не знаю, что говорить.